Я леди Ивани, что ты мне скажешь? На-на-на-на Что, ребята, проведем эти выходные круто? И начнем эти выходные с очень крутой игры. Давно мы не играли в горячие игры. Мне уже страшно, а я обожаю горячие игры. Ну давайте ближе к теме, я хочу узнать, что это за игра. Надеюсь, это будет что-то веселое и интересное. Это игра для подростков, вам она понравится. Итак, ребята, у нас есть движение мальчиков. И движение девочек, правила игры. Мы выбираем одну девочку, закрываем ей глаза, раскручиваем ее. Парни меняются местами и девочка тыком выбирает, кого она будет целовать. С парнями все то же самое. Мы выбираем мальчика, раскручиваем его и того, кого он выбирает, целует. Ну что, ребят, сыграем в такую игру? Круто! Мы не будем играть в Дизне, Чирли Дершбани. Мы не собираемся никого целовать, кроме Чирли Дершбани. Ой-ой-ой, мы тоже не собираемся целовать баскетболистов. Просто нужно правильно тыкнуть, главное попасть на Томаса. Ну что, ребята, начинаем, это будет весело. Мы, кстати, с Яной тоже участвуем. Хорошо, пацаны, говорите, кто из девчонок будет участвовать первой? Я приглашаю тебя в город мечты. Здесь ты научишься делать потрясающий маникюр, а также быстро укладывать волосы и создавать шикарные прически, подбирая модный оттенок. А создание даже замысловатого макияжа станет для тебя настоящим развлечением. Ведь быть красивой целое искусство, и ты этого достойна. Ну что, пацаны, кого выбирать? Я думаю, Жужа. Жужа. О, Жужа, давай, 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 давай. Жужа, одеваем тебе повязку. Мальчики, меняйтесь местами. Жужа крутится. Жужа, выбирай. Опа. Жужа. О май гад, Роин, я так рада. Жужа, я не очень рад. Патрик, это всего лишь игра. Итак, раз, два, три. И избранный макияж. Это было не страшно, это было очень легко. Ну что, девочки, а теперь вы выбирайте, какой парень будет участвовать в следующем. Девочки, а можно я, можно я выберу? Почему это ты? Ну я хочу талисмана выбрать. Так, девочки, выбираю я, и я выбираю Айса. Да, Айса. Айса. Айса, давай. Пицца, прости, надеюсь, я выберу тебя. Так, я надеваю повязку Айсу. Девочки, быстренько меняемся местами. Можно я стендину? Пицца. Ну что, Айс, найдешь ли ты свою девушку? Обязательно. Так, Айс, раскручиваемся. Так, подходи, выбирай девочку. Что? Нет. Блин, Наш, ну я же была здесь. Ты что, не почувствовал запах моих духов? Раз, два, три. Я отказываюсь. Я не понял, я что, тебе не нравлюсь? Нэнс, это всего лишь игра. Я сделаю все, что угодно, только не буду с ним целоваться. Талисман, где Баня? Сейчас выберут меня, а я хочу целоваться с Баней. Они едут, скоро будут. Хорошо, Нэнси, если ты отказываешься, ты вылетаешь с игры. Мы играем по-честному. Хоть бы отказалась, хоть бы отказалась. Пицца, да ладно, это просто дружеский поцелуй. Ага, начинается все с дружеских поцелуев. А вдруг Айс ее поцелует, и она ему понравится. Так что ты выбираешь? Ладно, я не хочу вылетать с игры. Раз, два, три. Это было не поцелуй, это было обман. Ну что, мальчики, теперь вы выбираете девочку. Айс. Софи, 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 Софи пусть выходит, да. Блин, почему выбрали тебя? Я же лучше. Сними корону, Блонди. Ну что, Софи, посмотрим, с кем ты сегодня будешь целоваться. Выберу лучшего. Мальчики, меняемся листами. А пацаны-то у нас стесняшки, все боятся, чтобы выбрали их. Итак, раскручиваем, Софи. Выбирай. Смайл, ну что, поцелуй в срок, что у тебя был? Нет. Это игра, Смайл, вперед. Смайл, мне попал Смайл. Блин, этой козе реально повезло. Как круто. Ну что, Смайл, целуй. Там, может, дождемся Банни. Если бы тут были Банни, я бы выбрал Диану. Смайл, Банни здесь нет. Раз. О, девочки, вы только посмотрите, что это у них за движ. Кажется, играют в какую-то игру. Диана, смотри, Смайл целует Софи. Что? Ну вот, девочки, пока мы катались, у них уже любовь завязалась. Панни, почему вы опоздали? Это было слишком поздно. У меня был поцелуй с баскетболистом. Привет, ребята, что вы играете? В игру на поцелуйчики. И кто с кем уже поцеловался? Я тебя, Диана, за это не прощу. Если бы были вы, я бы выбрал вам. О, Смайл, нас не было, но я видела, что поцелуй с фрокс был зачетный. Так, ребята, все в сборе, давайте продолжать игру. Ну что, девочки, выбирайте пацана. Кто следующий? Тимур. Да! Нет, я покидаю игру, я не хочу разочаровать свою девушку. Вдруг я ее не выберу? Ой-ой-ой, какой мужской поступок? Ты трус, ты сейчас трусил. Да ладно, мальчики, мне все равно, кто с кем целуется. Целуйтесь с кем хотите. И когда закончите, припаркуйте мою машину. Пойдемте, девочки. Диана, мы что, не будем играть? Смоп, а ты что, хочешь с кем-то целоваться? Нет. Ну так и все, нам тут нечего делать. Ты посмотри, какие цацы. Ага, фуфы под мнением. Давайте, ребят, продолжаем играть, продолжаем. Я не участвую. Мы тоже. Блин, вам реально повезло. Блин, это что, вышло я, вы больше не играли, не делали. А мне повезло, а мне повезло, я послала вас к баскетболистам. Здорово, ребята, нас на выходных не будет, мы у родителей Зианы. Круто вам отдохнуть, Зип и Зианка. Ну вот, вырос мой брат. Да ладно тебе, он уже давно вырос, он взрослый парень. Откололся от нас. Зуб, Зак, вы не хотите ничего сказать? Зип уже живет в другом доме. Залина, он от тебя слинял. Не смешно. Залин, мы тоже скоро отколемся, мы уже взрослые. Мы найдем себе девушу, поженимся. Куда же вы отколитесь, вы не самостоятельны. Костя, а если они поженятся, я останусь одна, как же я это переживу? Не переживай, с тобой останусь я. Залина, я не понимаю, что ты ноешь? Зианыны вещи здесь, брендовые, значит они вернутся. Вот, там написано, уехали на выходные к родителям Зианы. Вот-вот, не надо плакать раньше времени. Ну сначала на выходные, потом навсегда. Костя, ну это же мой брат, младенький, Зип. Залин, я вижу, у тебя начинается стресс. Сейчас срочно надо завести питомца, давай купим котика или собачку. А лучше змею, вы с ней хорошо подружитесь, вы дву-дву очень подходите. Не смешно. Костя, точно, хочу змею. Залин, тогда им не придется съехать, я очень змей боюсь. Костя, они совсем не страшны, они такие миленькие, прохладненькие. Я хочу себя такой полосатенькой. Костя, я тебе говорил, что Залина еще та змеючка. Закат, я тоже люблю рептилии, если Залина заведет себе змею, я заведу себе крокодила и буду с ним на поводке ходить. Ты что, животные должны жить в природе, болван. Здесь природы достаточно, я здесь такие джунгли построю. Залин, меня твои братья уже начинают пугать, и ты тоже. Так, Костя, не теряем времени, заходим в интернет и выбираем змею, я ее назову Зиана. О, Залина, ну только жить она будет в какой-то закрытой комнате, потому что я очень боюсь змей. Костя, давай выбирать. Вот, Залина, ты сидишь и выбираешь змею, а ты знаешь, чем ее нужно кормить? Кроликами и мышками. Ты на такое способна? Залина на все способна, а если змея съест Залину, я сделаю вот так. Закат! Я сейчас встану и сделаю вот так. Костя, Костя, давай выбирать. Вот это мне нравится. Диана, тебе реально пофиг? Ты повела себя так, как будто тебе пофиг? Нет, Кнопа, мне не пофиг. Так почему ты не сказала? Настя, а что я им скажу? Мы со Смайлом не встречаемся. Все равно, Диана, согласись, это было неприятно. Конечно, Кнопа, это было неприятно. Поцелуй Смайла с Фрокс. А вы вообще видели, какая это Софи была счастливая? Конечно, она счастлива. Она первый раз в жизни поцеловалась с баскетболистом. Представь, сколько у нее радости и гордости. Как Смайл вообще согласился играть в эту игру? Конечно, согласился, потому что мы с ними больше не встречаемся. А что если все будут ходить седыками на спальцем и говорить, ха-ха, бани, баскетболисты вас променяли на Фрокс. Ну, Диан, тогда замутили либо со Смайлом, либо с Тимуром. А ты и Знайста с Ромео. А ты, Кнопа. А что я? Смайл и Тимур бегают за Дианой, а мне не с кем встречаться. И это плохо. Я не могу выбрать ни одного, ни другого. Я не хочу их обидеть. Круто, девочки. Скоро мы будем ходить с новым псевдонимом. Через наши бани одиночки. Зато Фрокс будет встречаться с баскетболистами и всех затмят. Девчонки, зря вы ушли. Вы такое пропустили. Не хотим ничего слышать. Девчонки, там Софи вовсю кричит, что она будет встречаться с главным баскетболистом Смайлом. А Блонди уже подкатывает к Тимуру. Ну, значит, Софи просто повезло. Такое бывает. От лучших уходят к худшим. Как они могли уйти к Фрокс? Девочки, дело не в баскетболистах, а во Фроксах. Они очень хотят занять ваше место. Да хотя, что я вам рассказываю, вы и так знаете, как они об этом мечтают. Талисман, скажи честно, ты пришел сюда испортить нам настроение? Талисман, оно у нас и так очень испорченное. Мы видели поцелуй Смайла, и Софи лоб в лоб. Да, поцелуй был, но Смайл этого не хотел. Это из-за этой игры Фрокс себя накрутили. Вы должны пойти и поставить их на место. Талисман, спасибо, что ты нам такой верный, но мы никому ничего не должны. Ходят, водить Фрокс, пускай. Попутного им ветра, зеленого света. Блин, девочки, я очень переживаю, что из-за этого пострадает наша команда. Нет, Талисман, наша команда Банни не пострадает. Банни будут всегда. А если вдруг что, мы пойдем болеть за других баскетболистов. А мы черлидерши крутые и принесем успех любой баскетбольной команде. Понял, девчонки, так держать, мне нравится ваш настрой. Супер, а теперь пойди съешь спагетти с креветками. У нас тут свои разговоры, девчачьи. Ок, удаляюсь, девчонки, вы лучше. Да, девочки, умеем, мы притворяться, что все хорошо. А на самом деле, внутри кролики кусаются. Кстати, зацените, как вам моя новая сумка? А пуперная, Диана. Девочки, а знаете что? Пойдемте на террасу, выпьем теплого латте. Да, с высокоподнятыми носами. А сами будем смотреть, как баскетболисты общаются с Фрокс. Девочки, я так счастлива, я поцеловалась с баскетболистом. Хватит об этом орать. Между прочим, из-за твоего поцелуя и прекратилась игра. А я хотела поцеловаться с Тимуром. Девочки, успокойтесь, это всего лишь игра, все равно баскетболисты с нами не будут. Почему вы так настроены баскетболисты, что принцы? Баскетболисты, зачем вы нас пугаете? Девочки, почему вы так испугались? Если мальчики делают фа-фа, значит девочки крутые. Смайлик, это ты мне? Смайл, на тебя Софи запала. Я уже понял. Нет, это не тебе, это мне дорогу дайте. Вот Фрокс, о чем они мечтают? А нас мечтают, о баскетболистах. Не, вы можете разлетись, вы на приколе, дорогу дайте. Да, Софи, я хочу тебя огорчить, Смайлу ты не нравишься. Он просто выделается, хочет показать, что он крутой. Смайлик, приезжай. А прикинь, покатает. Смайл. Блин, а что это они остановились? Остановились. Ну что, прогоним с них? Ну что, девчонки, нравится тачка? Да. Покатаемся. Ага, Тимур. Падайте, если все влезет. Влезем. Лунди, подожди, это мой парень за рулем. Воу, девочки, поосторожней, тачка эксклюзивная. Влезли, поехали. Смотрите, каким круто. Дима. Что? У меня тачка сломалась. Так отремонтирую, я тоже хочу покататься. Дима, как ты выдерживаешь, Лорен? Ей же ясно сказали, что машина поломана. Слушай, я разговариваю со своим парнем. Ты чего лезешь? Вот знаешь, Лорен, мне Нэнси начинает больше нравиться, чем ты. Она спокойная, не такая, как ты, вредная. Что? Я чего-то не знаю? Я таки знала, что такое будет. Просто ты истеричка. А ну, Нэнси, отойдем за медпункт. Дима, жди меня здесь, я сейчас вернусь. Отойдем. Девочки, только не деритесь за меня. Я знаю, конечно, что я крут, но не надо. Айс и его вкусные латы, сейчас я его наберу. И пусть нам в латы кинет маршмеллоу. Так, лузера вижу, а вот баскетболистам не наблюдаю. Они паркуют нашу тачку. Алло, Айс, привет. Слушай, мы хотим твою вкусные латы с маршмеллоу. Мы на террасе сидим. Жижа, ну что, давай выбирай, я или он? Это просто была игра. Патрик, не нужно меня ревновать, все целовались. А вот и неправда, я не целовалась. Молодец, Груша, так и надо. Ребят, да классный день и выходной, классная игра. А из-за ваших ревностей она прекратилась. Я даже не успел поучаствовать. А что, сильно хотелось? Ну да. Да, Жужа, я видел, как он тебя поцеловал. Он аж обрадовался. Жужа, я сейчас буду с ним разговаривать по-мужски. Нет, Рай, не нужно никаких драк. О май гад, вы только посмотрите, а игра реально до добра не доводит. Баскетболисты и Фрокс катаются. Блин, баскетболисты, вы такие классные. И как черлидер Шибани вас таких крутых не ценили? Я же говорила, это все из-за того, что я замутилась со Смайлом. Ого, Смайл, ты слышал? Ты замутил Софи. Не поняла, это что? Мы же им сказали припарковать тачку. А они решили покатать Фрокс. Вы что, обалдели? О, девочки, а ваша команда под угрозой. Это ж надо, баскетболисты и Фрокс. Мэри, не надо так злорадствовать. Смайл, это что? Вы вообще пупели? Опа, сейчас будет реальный разбор, баскетболисты и Фрокс. Это жесткая химия. Пацаны. Фрокс, быстро свалились с машины и сказали, что вы сами запрыгнули. Нет, ну скажем, что вы нас пригласили. Почему это вы начали заднюю сдавать, нам же так было весело. Фрокс, пожалуйста, слиняйтесь с машины, эта машина не моя. Диана мне этого не простит. Девчонки, мы не виноваты, Фрокс сами запрыгнули в тачку. Да, сами. Ой, баскетболисты, только не нужно тут оправдываться. Нам талисман все рассказал. Фрокс, а вы все пытаетесь нас затмить. Да, еще и на нашей тачке. И с нашими парнями. Кнопа, что? Ой, с языка вырвалась. А парни ваши уже не ваши. Смайл на меня запал. А Тимур так со мной смеялся. Девочки, вы потеряли своих мальчиков. Пока, баскетболисты. Увидимся. Баскетболисты, вас вытащить с машины или вы сами выйдете? Мы просто хотели с них прогнать. Баскетболисты, у вас получилось прогнать нас. Мы просили припарковать тачку, а не катать Фрокс. Девчонки, вы просто не понимаете шубы. Мы любим вас. Не хотим помириться с вами. И да, Диана, мы тут решили, мы примем твое любое решение. Я, Юлия Тимура. Ключи. Баскетболисты, как же вы меня достали. Ну извини, мы просто хотели поприкалывать. Мы любим вас, девчонки, никого больше. Ну что, девочки, покатаемся. Покатаемся. Ну все, шоу закончился. Продолжаем. Патрик или Райан? Никто. Ох, ребята, кругом одни предатели. Главное, что вы у нас самые лучшие и самые верные. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok